МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О реформах и нововведениях эксперт в сфере ЖКХ Игорь Кокин провел семинар для представителей управляющих компаний и ресурсоснабрающих организаций города. Обрели вечный покой, в Саровском мужском монастыре перезахоронили останки монахов. Комедия «Вне времени» на сцене драмтеатра покажет новый спектакль «Доходное место». Далее расскажем обо всем подробно. В наш город с традиционным визитом приехал Игорь Кокин, эксперт по вопросам законодательства в сфере ЖКХ. На встречу с ним собрались представители советов многоквартирных домов, управляющих организацией, председатели товарищей собственников жилья. Саровщане обсудили с экспертом последние изменения в сфере жилищного законодательства и другие актуальные вопросы. Реформы продолжаются, но сдвигаются приоритеты. На очередном семинаре с представителями управляющей компании эксперт по ЖКХ Игорь Кокин сделал обзор важнейших изменений жилищного законодательства. Он отметил, что этот год проходит по знаком обращения с ТКО. Эта реформа продолжает будоражить умы россиян. Жители регионов до сих пор жалуются на завышенные тарифы и просят пересмотреть нормативы. Они пересматриваются. Буквально на прошлой неделе руководитель российского экологического оператора заявил, что правительство отказалось от идеи расчетов по факту, потому что технологически это очень сложно реализовать в нашей стране. Другая проблема – рост коммунальных тарифов. Минимум два раза в год потребителям сообщают о том, что плата за коммуналку увеличится. Игорь Кокин отметил, что теперь эта проблема находится на жестком контроле Федеральной антимонопольной службы. Приняты поправки в 400-е постановление, в связи с чем субъекты Федерации сегодня находятся под очень жестким контролем части соблюдения предельного индекса. Также Игорь Кокин обратил внимание на проблему должников по оплате коммунальных услуг. Количество неплательщиков растет год от года. В 2019 году сумма долгопотребителей превалила за 1 триллион рублей. Для сравнения, это четверть годового оборота вообще всей сферы ЖКХ в стране. И что с этим делать, не очень понятно пока, но зато понятно, что надо ограничивать как-то действия кредиторов по отношению взыскания с должников соответствующей задолженности, потому что, в общем, иначе мы попадем в очень неприятную ситуацию, когда у нас там значительная часть населения будет просто в должниках. На семинаре обсудили новые постановления правительства и особенности предоставления коммунальных услуг. Также представители управляющей компании смогли задать специалисту интересующие вопросы. Елена Грязкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Увлечь саровскую молодежь новыми идеями, интересными проектами и закрепить социально значимые инициативы на областном уровне. В молодежном центре прошла конференция, на которой выбрали члены молодежного парламента при законодательном собрании Нижегородской области. Они активны, харизматичны и амбициозны. Максим Казанцев, Юлия Ларькина и Александр Самофал. Кандидаты на должность члена молодежного парламента при законодательном собрании Нижегородской области. На конференции по выборам представителей от Сарова каждый из них рассказал о личном вкладе в развитие молодежной политики родного города и изменениях, которые наступят в жизни саровской молодежи, если выбор делегатов падет на него. Поскольку это уже уровень области, это другие возможности, это возможность как заявить о своих практиках, которые они в городе развивают, так и, соответственно, привлечь те молодежные практики, инициативы, которые есть в области. Новые формы деятельности, разработка мобильных приложений и даже увеличение возрастных границ молодежи. У кандидатов планов громадье. Но делегаты хотели услышать от них конкретные задачи и пути их решения. Представители городских предприятий и организаций внимательно слушали выступления, задавали уточняющие вопросы и указывали на существующие нерешенные проблемы. Судя по настроению участников конференции, эти ответы не придали твердой уверенности в правильности выбора. Но графы против всех не было. Глобально ничего не изменится. Если, конечно, они начнут работу и что-то как-то будут втягивать, было бы, конечно, очень здорово. Но процентов 50. Я даже не знаю. Верить, конечно, верить не знаю. Будем надеяться на лучшее, больше ничего. Звучали типовые фразы, которые звучат с телевизора. Видно, что люди готовились. Звучали фразы нестандартные. Видно было, что в каких-то моментах кандидаты волновались. И, на мой взгляд, именно в этих моментах, может быть, стоит ожидать какие-то изменения. По итогам голосования наш город в молодежном парламенте при законодательном собрании Нижегородской области будет представлять Максим Казанцев. Дети из одной семьи теперь могут учиться в одной школе. Государственная Дума приняла закон, который закрепит в Семейном кодексе возможность преимущественного приема детей в начальный класс учебных заведений и детские сады, которые уже посещают их братья и сестры. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 19 ноября региональный ЗАГС проведет горячую телефонную линию. Специалисты Главного управления ответят на вопросы о браке, получении свидетельства о рождении, расторжении брака. Также у работников ЗАГСа можно будет узнать о смене имени, о порядке усыновления и установления отцовства и о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния. Задать вопросы можно с 10.00 до 13.00 по телефону 8-831-433-06-45 и 433-07-45. 20 ноября в 17.30 состоится публичное обсуждение концепции благоустройства территории заливного луга и набережной реки Сатис. К участию приглашаются все желающие. Место проведения – актовый зал здания Городской думы администрации по адресу проспект Ленина, дом 20А. 22 ноября в Сарове пройдет единый день информирования о мерах социальной поддержки семьи с детьми. Представители Управления соцзащиты Пенсионного фонда администрации Сарова, Фонда социального страхования и ядерного центра расскажут о новых возможностях, предусмотренных законодательством с 1 января 2020 года. Мероприятие состоится в Центре социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов Сарова по адресу улица Шверника, дом 11, начало в 15.00. Вход свободный. Два года назад во время археологических раскопок на месте восстановленного Свято-Успенского собора были обнаружены склепы с человеческими останками в монашеских одеждах. Специалисты провели идентификацию артефактов и после завершения всех обязательных процедур их решили перезахоронить. 21 ковчег с останками придали земле на территории Саровского мужского монастыря. Похоронили монахов с соблюдением всех православных традиций. Ковчеги опустили в склепы с северо-восточной стороны Успенского собора. Практически там же, где они и были обнаружены. До этого с найденными останками работали археологи, которые проводили процедуру идентификации. Это исследование включало в себя как возможную идентификацию, так и просто исследование на предмет определения антропологических характеристик человека. На самом деле археологи подняли с земли останки 30 человек. Но часть склепов была сильно разрушена, и от некоторых остались лишь небольшие части скелета, которые специалисты не смогли идентифицировать. Примерное время жизни монахов – 19-е, начало 20-го века. Большинство из них были облучены, остались остатки монашеских одеяний, остатки лествиц четок специфических. Кроме всего прочего, удалось определить, что они в основном были довольно пожилые. Ритуальную службу по перезахоронению останков братья Саровского монастыря возглавил митрополит Нижегородский Арзамаск и Георгий. Также в обряде погребений приняли участие священнослужители различных епархий, прихожане и воспитанники православной гимназии. В Саровском драматическом театре снова премьера. В эти выходные зрители увидят спектакль «Доходное место» по пьесе Александра Николаевича Островского. Комедию поставил Илья Ротенберг, главный режиссер ряда российских театров, обладатель профессиональных премий, член Гильдии театральных режиссеров России. Подробности в следующем репортаже. «Доходное место» спектакль о том, как тяжело молодому человеку начинать жить самостоятельно в мире взяточничества, расчета и лести. Как важно найти истинную любовь и следовать понятиям справедливости и чести. Пьеса Островского ярко олицетворяет пороки людей. При этом в постановке нет политических отсылок. Режиссер дает зрителю самому представить, в какой стране и в какое время живет главный герой. «Пытаемся сделать человека, который в таком мире жить не может. Ему противно жить в таком мире. И он пытается построить какой-то свой, маленький, хотя бы который в ближайшем радиусе вокруг него. Но и это тоже невозможно». Поставил спектакль режиссер из Екатеринбурга Илья Ротенберг. С Саровской труппой он работает впервые. Главные роли исполнят Александр Полеха, Елизавета Казачкова, Максим Солнцев и Елизавета Лошманова. В пьесах Островского от индивидуальности актера зависит готовый образ, который зритель увидит на сцене. «Характеры Островского, они такие очень монументальные, что ли, да, незыблемые с одной стороны, а с другой стороны индивидуальная харизма какая-то, личность актера, который конкретную роль играет, она может очень такие серьезные внутри этого характера акценты свои расставлять». В спектакле Ильи Ротенберга есть хореографические вставки и визуальные эффекты, драма и юмор. Островский написал доходное место в 1856 году, но проблемы, которые он затронул, актуальны до сих пор. Режиссер отметил, что хоть и ставит пьесу в традиционной манере, но вносит в постановку современные решения. «Мы не ставили задачу делать такого канонического Островского, вот как в Малом театре или как в Мхате Горького, ты играли там в середине прошлого века. Боже упаси, мы в 21 веке живем, вот, проблемы как бы все те же, но они имеют сегодня другой окрас какой-то, вот, и в общем типажи какие-то, какие-то ведь ушли из жизни». Увидеть первыми, насладиться постановкой и поразмышлять о вечных проблемах вместе с героями доходного места зрители смогут в Саровском драматическом театре 16 ноября в 18.00 для лиц старше 16 лет. Разнообразить досуг пенсионеров, разъяснить нюансы, проводимых государством реформ, ответить на вопросы в сфере ЖКХ, социальной политики и просто дать возможность бабушкам и дедушкам приятно используя провести время. В Центре внешкольной работы стартовал традиционный проект для пожилых людей «Золотой возраст». Они узнают много нового о реформах и законах, смогут задать интересующие вопросы представителям администрации, а также получат информацию о социальных выплатах и пенсионном обеспечении. Пятый год подряд на базе клубов по месту жительства «Мечта и восход» работает проект «Золотой возраст», где бабушек и дедушек ждет культурная и просветительская программа. «Что самое главное для пожилых людей – это общение. И именно здесь они могут встретиться со своими сверстниками, пообщаться за чашкой чая, поговорить и задать вопросы специалистам социальных центров. Приходит администрация, которая тоже они могут задать вопросы самое насущное, что их интересует». Также сотрудники Центра внешкольной работы проводят для участников проекта «Золотой возраст», «Мастер-классы» и «Интеллектуальные викторины», где пенсионеры проверяют свою эрудированность. Яркую концертную программу готовят воспитанники творческих коллективов. Также для специалистов Центра внешкольной работы проводят для них мероприятия, направленные на оздоровление. То есть дают им простейшие какие-то методики, с помощью которых можно поправить, укрепить свое здоровье, стать лучше. Встречи участников проекта «Золотой возраст» проходят по вторникам два раза в месяц на базе клуба «Восход» по адресу улицы Советская, дом 10. По четвергам пенсионеры собираются в клубе «Мечта» на Московской, 40. Подробную информацию можно узнать на сайте Центра внешкольной работы. Время выбирать профессию. В Саровском медицинском колледже прошел день открытых дверей. Школьники получили всю интересующую информацию о поступлении в медицинский колледж в 2020 году. Студенты рассказали им об особенностях обучения и профессионального роста, познакомили с кабинетами доклинической практики. Подробности в следующем репортаже. В свои 15 лет Даша Швецова уже определилась с выбором профессии. Девушка с детства мечтает стать хирургом. После окончания 9 класса она решила поступить в медицинский колледж. Именно здесь Даша начнет карьеру врача. Сначала она получит диплом медсестры, а потом выучится на хирурга. Мне просто в детстве очень сильно понравилась эта профессия. Я раньше просто грезила мечтами о том, что хочу быть хирургом, хочу там спасать людей, хочу, чтобы люди от меня зависели. На дне открытых дверей школьникам рассказали, как правильно ухаживать за ребенком. За больными в стационаре показали кабинеты массажа, хирургии, педиатрии и анатомии. Экскурсию для гостей проводила студентка медколледжа Злата Лесницкая. Она старалась рассказать ребятам максимум того, с чем им придется столкнуться, а также какие предметы им предстоит изучать. Ходят в программу уже медицинские предметы. Там нас обучают манипуляционным всяким техникам для пациентов. Как делать уколчики, первую помощь оказывать, транспортировку. Поступить в медицинский колледж можно как после девятого, так и после одиннадцатого класса. Студентов обучают по двум специальностям – медсестра и фельдшер. На данный момент в здравоохранении, в том числе и в клинической больнице, дефицит как среднего медперсонала, так и врачебного персонала. В свете модернизации системы здравоохранения необходимы новые кадры. Мы готовим по новым образовательным программам, по федеральному государственному образовательному стандарту. После экскурсии ребята смогли пообщаться с администрацией колледжа и задать интересующие вопросы. Больше всего их волновало, какие документы требуются для поступления. И какой средний бал аттестата нужен для того, чтобы попасть на бюджетные места. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова